Эх, ты чё? Бомж здесь валяется? Эй, бомж! Бомж! Да ты не бомж, ты достопочтенный гражданин! А знаете почему? Всё из-за очков Ray-Ban, которые я купил с большой скидкой на сайте rayband.ru Плюс мне подарили ножик-кредитку, с него я не могу, правда, снять деньги, но это ножик. Большие скидки, классный сайт. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, я всё ещё Данила Поперечный, вот уже года 4, как я на ютубе, может быть, даже больше. Меня немножко задевает то, что я являюсь самым лучшим видеомейкером в России на данный момент, ну, на момент просмотра этого видео, в смысле. Являюсь обладателем канала, у которого всего 60 тысяч подписчиков. Как бы, меня это немного задевает, то есть я каждого из вас люблю, это много, но, тем не менее, меньше, чем у всех. Я, я, мы мужчины часто сравниваем такие вещи. Знаете, у меня и друзья популярнее, чем я, но когда обращаешься к ним за советом, это параша получается, честно говоря. Есть несколько способов того, как стать популярным на ютубе. Вот, например, мы живём в России, и чтобы стать популярным, например, в русском сегменте ютуба, ты должен взять какую-нибудь социальную проблему, о которой знают абсолютно все в этой стране, и как-то её высмеять, используя какие-нибудь гиперболы и образы. Это очень эффективно. Но есть ещё один способ. Просто берёшь тушь, красишь себе бороду и кривляешься, как голба... Ну, это реально работает, у меня там 6 миллионов просмотров. Короче, сейчас Даня хочет сказать, что я его постоянно подкалываю, скидываю аккаунты десятилетних девочек, у которых по 200-300 тысяч подписчиков больше, чем у него, и он бомбит. Но меня это задевает, потому что... Я не понимаю, единственное, чем они популярны, это тем, что они отвечают на вопросы. Я не понимаю, в чём маленькая девочка может быть экспертом? Или в какой момент наше общество изголодалось по чужому мнению десятилетней девочки? Это очень странно. Я не понимаю этого и завидую очень сильно. Ведь я достоин большего. И... В связи с этим у меня есть песня. И прыщ на носу. Я разносторонний такой, как сломанный компас в пути. Я могу вам дом расписать как ломой, умею писать и стихи. Но вопрос деревянщин как так? Умеешь всё это на свете? Я сразу отвечаю в такт. Я просто тот ***, который не знает, что он хочет от жизни. Бухнуть хочется. Бармен, можно мне что-нибудь по-быстренькому? Да, конечно, держи. Это было быстро? На вкус как полное мразотство, чувак. Мразотство? Да. Чувак, да ты не видел эти русские вайны. Блин. На это ты правда? Эй. Чувак, ничего. А что? Парень, ты чего? Знаете, самые тяжелые дни, когда мне хочется порвнуть себя ножом, я вспоминаю про Кшиштовского и становится как-то легче. Меня тишит тот факт, что у него подписчиков на канале меньше, ведь подписчики это самое главное в жизни. Я буду вам здесь преподавать уроки настоящих ценностей. Тем не менее, я невероятно уважаю и ценю Мишу, он безумно талантливый, но безумно здесь ключевое слово. С ним просто невозможно работать. Нет! Вернись, или я пришу твоих братьев, а? Возвращайся, а? Возвращайся, ты видишь? Братя, ты... Миша, 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 спокойно, мы на торжественном вечере. Успокойся. Брось, брось, это говно, тупой дегенерат. Пойдем, дегенерат. Мы его еще не закончили! Шарики! Знаете, на самом деле этот блок должен был быть более-менее. Просто мы договаривались с Шиштовским, что будем писать сценарий вместе. Да, вот такой вот блок получился. Я понимаю, что вы расстроены, что был и Джарахов, и Микус. Даже Руслана позвал. Вот, а я такую х***ю снял. Тем не менее, я постараюсь загладить вину и спою финальную песенку небольшую. Звучит вот так. Мэм, б***й! Подписывайтесь на канал. Ну, не знаю. Спасибо, что смотрели. До следующего выпуска. Я не знаю, когда оно выйдет. Пока! Как же плохо, б***ь! Субтитры сделал DimaTorzok